всем привет с вами комаров виталий сегодняшний ролик так как у нас youtube начинает монетизацию резать я все думал как бы его без мат заснять но мне очень интересно стало позиция антона силуянова это наш министр финансов дам он так резко начал заботиться о наших пенсионерах что я прям в шоке так вот для того чтобы у наших людей которые собираются выходить на пенсию была возможность поехать куда-то отдохнуть он добавляет к пенсии тысячу рублей да вот все все мое окружение которое вокруг меня есть это кого я знаю самая большая пенсия это 17000 мил человек недавно говорил в основном это хватает одного я знаю в основном получают все семь восемь девять тысяч вот так вот где-то дядя у меня по моим тысяч 10 получает вот тысячу рублей ему добавить дать дядь моему да и он может ехать куда-то там на хрен отдыхать пример за границу я так понимаю да его зарплата этого силуянова 2 миллиона рублей интересно мне вот интересно посмотреть когда вот за границей встретятся наш пенсионер среднестатистический который вот эти вот тысяч на несколько лет собирал и поехал куда-то дам я не знаю во францию в германию да наши пенсионеры они все так вот делайте мне хрен они берут так и в германию поехали да вот встречаются они там с этим силуяновым да естественно в первую очередь они же к нему вот побегут сказать спасибо мол иди сюда антош ты вот самый настоящий мужик так сказать ты нам тысячу добавил мы теперь сейчас живем хорошо да я тебе сейчас обниму тебя сейчас вот так вот да но антон силуянов он мужик молодец да у него чувство справедливости оказывается горит прям пылает не на этом как вот он решил да а вот пенсионеры которые работают да приходится работать вот пенсии тысяч семьи у него до приходится еще на пенсии работать вот зачем ему еще тысячу доплачивать да он же не сможет поехать за границу него же работа правильно волк как это шикарно у нас в жизни происходит ланта медведев дегтярев кто она зажили носки чуть-чуть учить про дегтярева я вообще молчу эту я не знаю как вообще такие люди к власти приходит каким вот таким вот эдаким боком а у антон силуянов у нас антошка говорится пошли их копать картошку он шестьдесят третьего года рождения он 11 лет постарше меня нам но вот так вот он решил вот чтоб такому сказать вот не ругаясь матом вот как это сдержаться я вот не знаю вот антон ты самый настоящий мужик так сказать куда без твоей тысяч наши пенсионеры прошли бы я вот выхожу на улицу до пенсионеров нету прям вот нигде не вижу да я иной раз думаю чтобы по вымирали что ли они все разом да нет оказывается не за границу ехали ты же им тысяч добавил спич на все пенсионеры за границей живут что им тут дел они там вот тебя вот прям ждут и срутся как вот тебя увидеть там и сказать тебе большое спасибо вот подойти к тебе сказать антоша чтоб тебя да вот как это культурно сказать там такое мое мнение про нашу антошу у яблова этих людей мы сами власти допустили у вас уже и путин говорит а чудо дешевеет дешевеет цена он все дороже дороже у нас стоит да он говорит не обращайте внимание не то что он падает главное что есть на это внимание обращать на все у нас зашибись хорошо антон тысячи рублей у нас такие люди зарплату получает вот у нас например считается 15000 довольно таки неплохая зарплата 25000 считает шикарной зарплатой вот верить нет 25 тысяч рублей в месяц у нас это зарплата это миллионер все остальные да у нас человеке получают там 40 50 60 глава администрации у нас неплохо получает кто там еще глава поселковой администрации тоже неплохо получать и пенсионер у нас на 1000 рублей подняли пенсионам ехай хочешь на моря ехай хочешь в германию быть пенсионер вы чуть дом сидите не пойму покажите меня пенсионер я и вот их спрашиваю я дам сидишь ехать в германию отдохни возьми круиз себе закажи елки-палки дней на 15 вокруг земли там на теплоходе какой-нибудь покататься что там тысяч тебе же хватит тоже ваш молодец думаю всю жизнь работал да и тысячи рублей тебе вот вот этот силуэнфон каким у него вот каким вот у меня любим выражение каким местом думаешь думает ли что ли они чего-нибудь вообще я не знаю как вот так вот проснуться однажды утром и так вот подумать да чем такого пенсионерам хорошего сделать нам а вот он наш пенсионер никуда не ездит отдыхать в германии их не видать во франции не видать и вниз не видать в испании не видать где там еще их не видать и не видать их только на огороде видать и вот главное дело чувство справедливости да если пенсионер работает на тут еще ему платить не надо а чё так то вообще у меня он дядька коз держит да у него их около десятка что ли я не знаю до хрена ему тоже это еще не надо добавлять уже коз держит вы чё нахер она ему нужно это 1000 у нас вообще миллионер я не знаю чё он наверно в тайную так покупает где-то себе виллы в ниццем в германии и швейцарии а тут типа того хоть бедный нищий такой коз по счету вот что же делайте вы свои выводы пишите свои комментарии что нас дальше то ждет с такими премьер-министрами министрами и всего остального чудик у нас оказывается до хрена и за один год то мы от них похоже не избавимся таких чудиков сколько тут можно такое вот 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 этими заявлением поднять пенсию на одну тысячу да это вот чисто поднять пенсии для того чтобы наши пенсионеры смогли куда-то поехать отдохнуть тысяча рублей вот это оскорбление вот честно сказать власть оскорбляет человека это оскорбляет нашу молодежь это оскорбляет все и вся что у нас живет да у нас пенсию долго у нас бывший глава администрации ух какой они пенсию получать чел а вот человек ты себе тысячи рублей добавил к зарплате нет не интересно будет ли тебе это вообще как по какому-то месту щекотать то так ну что ж все покеду до свидания будем еще писать какие-нибудь ролики чего-нибудь найдем до новых встреч